Всем привет! Вот наконец и настало время нам с вами разобрать все обилки, характеристики и перки жертв в техасской резне бензопилой. Убийц мы уже посмотрели, и с самым подробным разбором маньяков в русскоязычном ютубе можно ознакомиться в этом видео. Итак, на старте игры мы получим с вами 5 персонажей на стороне выживших. Это Джули, Сонни, Анна, Лиланд и Конни. Если хотите узнать какие новые персы появятся в первых DLC, посмотрите вот этот ролик. В отличие от убийц, жертвы в этой игре обладают большим количеством уникальных характеристик, что свидетельствует о том, что геймплей за сторону жертв в резне будет чуть богаче и немного сложнее в плане всех доступных средств и механик. Прочность По большому счету это уровень вашего здоровья в игре или лучше сказать то количество урона, которое вы можете перенести и не умереть. Плюс скорость, с которой вы можете восстановиться из предсмертного состояния. Для тех, кто не в курсе, скажу, что после полной потери вами здоровья вы умираете не сразу. Если вас не схватят и не убьют, вы сможете восстановиться и получить, так скажем, второй шанс. В общем прочность как раз влияет на скорость этого самого восстановления. Самым высоким показателем прочности обладает Анна, дальше идет Джулия, затем Лиланд и Конни, самым плохим героем в этом плане является Сонни. Выносливость Определяет ваш общий уровень выносливости, а также скорость, с которой она восстанавливается. Самым большим запасом выносливости обладает Сонни. Прямо за ним идут Джулия и Лиланд, затем Анна и Конни. Сила Довольно универсальный параметр. Она влияет на продолжительность оглушения убийц после скрытых атак. Это когда вы нападаете за точкой. И во время ближнего боя. Это когда надо быстро нажимать на одну кнопку. И при выпрыгивании из укрытий. Также сила влияет на скорость освобождения из ловушек, на скорость открытия нор и на скорость поломки генераторов. Уже во время технического теста я заметил, что Лиланд ломает генератор буквально за пару секунд, в то время как Конни мучается с этим раза в три дольше. Самым сильным героем является Лиланд. За ним следуют Сонни, потом Анна, а Джулия и Конни у нас самые слабые. Мастерство Это параметр, который влияет на скорость взлома замков тем или иным героям. Хоть в описательной части этого не указано, но вполне вероятно мастерство влияет и на другие активности, связанные с починкой предохранителя или вкручиванием вентиля. Но это надо проверять. Самым лучшим героем здесь является Конни. За ней идут Лиланд и Сонни. Дольше всего справляются со взломом замков Джулия и Анна. Тут можно заранее отметить, что вероятно таким же уровнем мастерства как у Конни будет обладать и новой, шестой выжившей, Денни. Скрытность Параметр, который не влияет на ваши навыки прятаться в кустах или сливаться с интерьером. Нет. Скрытность в резне это прежде всего ваша способность выполнять те или иные действия бесшумно и быстро. Например, обыскивать ящики с целью поиска отмычек, открывать норы и так далее. То есть шкала шума будет заполняться медленнее, если у вас высокий показатель скрытности. Самая высокая скрытность у Джулии. Чуть хуже в этом плане Конни, потом идут Анна и Сонни. А самым шумным у нас является Лиланд. Путем несложных подсчетов можно вычислить, что в общей сумме по всем характеристикам набирается 125 баллов. То есть если бы в резне был какой-нибудь усредненный персонаж, как Кенни в пятнице 13, то у него каждый параметр был бы равен 25. В любом случае разработчики пытались создать уникальных персонажей, чтобы у каждого были свои сильные и слабые стороны. Но вспоминая опыт технического теста, где лучше всего в себя проявила Конни, показатель мастерства пока что кажется самым полезным. Но с уверенностью можно сказать, что это ложное представление, так как рано или поздно убийцы научатся контрить Конни, и побеги за 2 минуты в соло станут маловероятными. Другие показатели скорости и уровня здоровья являются универсальными. Теперь самое интересное. Обилки персонажей и их прокачка. Начнем с Джулии. С этим персонажем мы напрямую не знакомы, поэтому посмотреть на нее будет вдвойне интереснее. Ее способность называется окончательный побег. Когда она активна, повар и Джонни не могут обнаружить вас в своей обилке, плюс значительно снижается потребление выносливости при беге. Скорее всего Джулии сможет контрить ей способность Нэнси к обнаружению, но вот избежать подсвечивания дедушкой видимо не получится. По дефолту способность будет работать 10 секунд, а ее перезарядка займет 2 минуты. Способность имеет три основных направления прокачки. Первая ветка сокращает кулдаун обилки до 110, 100 и 90 секунд. Вторая ветка прокачки снижает потребление выносливости во время бега с включенной способностью на 50, 75 и 100%. То есть на третьем уровне прокачки стамина вообще тратиться не будет. Также из этой прокачки можно сделать вывод, что на базовом уровне обилки без прокачки расход стамина уменьшается всего на 25%. Третья ветка прокачки увеличивает длительность действия способностей до 12, 15 и 20 секунд. Ну что, выглядит сильно, мощно и круто. Думаю Джулия будет одним из моих мейнов наравне с Конни. Активная способность Сонни называется обостренное чувство. Он своего рода повар, только на стороне выживших. Обилка может подсветить любого члена семьи или жертву, которые издают какой-либо шум в определенном радиусе. Тут указано, что это 2500 неких условных единиц. Причем способность рисует не силуэты убийц, а шумовые круги. То не очень удобно. Первая ветка прокачки увеличивает радиус действия способностей на 15, 25 и 35%. Вторая ветка чуть поинтереснее. На первом и втором уровнях мы сокращаем время кулдауна способности перед началом ее перезарядки на 1 и 2 секунды соответственно. На третьем уровне мы сможем отличать ауры шума жертв и убийц. Третья ветка прокачки сокращает скорость расходования шкалы способности на 20 и 50% на первом и втором уровне, а на третьем уровне перезарядка нашей способности ускоряется ровно в 2 раза. Следующая жертва – Анна. Ее способность «Боль – это ничто». Она снижает весь получаемый урон на 60% в течение 7,5 секунд. Перезаряжается способность 3 минуты. Первая ветка прокачки отвечает за сокращение кулдауна обилки на 162, 153 или 135 секунд соответственно. Во второй ветке прокачки на первом уровне мы снижаем получаемый урон на 10 дополнительных процентов, то есть в сумме 70%. На втором уровне прокачки за каждый полученный удар мы устанавливаем немного стамины, а на третьем уровне способности впитываем урона на 80% меньше. Третья ветка прокачки продлевает длительность способности. На первом уровне она будет работать 9 секунд, на втором – 10, на третьем – 11. Переходим к местному альфачу – Лиланду. Его способность – спаситель жизни, позволяет ему таранить плечом убийц, прерывая их действия. Убийцы при этом падают и находятся в непродолжительном стане. В описании обилки написано, что она не действует на кожаное лицо. Но я готов поклясться, что во время технического теста Лиланд мог оглушить его. Возможно не повалить на землю, но оглушить точно. Перезаряжается способность 180 секунд. Первая ветка прокачки обилки снижает скорость ее перезарядки до 162, 144 и 126 секунд. Вторая ветка на первом уровне дает 30 единиц стамина за удачное оглушение. На втором уровне – 60 единиц стамины. А на третьем уровне на сбитого члена семьи накладывается эффект сотрясения мозга. Еще бы знать, что это за эффект, конечно. Третья ветка прокачки увеличивает продолжительность оглушения. На первом уровне оглушение будет действовать 12 секунд, на втором – 13, на третьем уровне – 14. Очень долго. Уверен, Лиланд будет обязательным членом всех задротских стаков. Наконец, Конни. Пока что мой самый любимый персонаж в игре. Ее способность позволяет ей сфокусироваться на открытии замков. Иначе говоря, она может делать это моментально. Это очень сильная опция. Кулдаун на билке составляет 240 секунд. После использования мы теряем 120 единиц стамины на 25 секунд, а также радикально сокращаем радиус террора убийцы на это время. То есть, если к нам внезапно подойдут из-за спины, мы можем не увидеть желтые ауры и не услышим учащенного сердцебиения. Прокачка по первой ветке сокращает время перезарядки обилки до 220, 200 и 180 секунд. Вторая ветка прокачки влияет на выносливость после использования обилки. На первом уровне условный штраф выносливости снижается на 15%, на втором на 35%, а на третьем уровне дебаф выносливости полностью убирается. Третья ветка прокачки сокращает продолжительность всех дебафов от использования обилки до 20, 18 и 15 секунд. Все обилки очень интересны и делают своих персонажей по-настоящему уникальными. Радует, что практически все способности полезны и в рамках общего выживания, и в рамках соло-геймплея. Это очень важный момент, благодаря которому резня имеет все шансы стать действительно хорошей игрой. Теперь перейдем к перкам. Их очень много. Как и в случае с убийцами, перки жертв могут быть закреплены за отдельными персонажами или быть доступными для всех. Выберите побег. Данный перк при нажатии кнопки активации полностью устанавливает вашу стамину. Имеет 1, 2 или 3 заряда в зависимости от уровня прокачки. Перк доступен всем выжившим. Ясные глаза. Тоже сильный перк. Подсвечивает все отравленные предметы, замки повара и ловушки в 2, 4 и 6 метрах. Перк доступен для Сони, Лиланда и Конни. Грепплер. Делает ваше клацание по кнопке в ближнем бою на 50, 75 и 100% эффективнее. Навык доступен для Лиланда и Анны. Бесполезный перк, так как любой дурак может настроить себе макрос, который будет работать лучше. А если серьезно, то блин, надо уже отказываться от механик скоростного нажатия кнопок. Сделайте скиллчеки. Идеальный пример это режим армрестлинга World Class Trails. Это лучше по всем показателям. Эффективный удар в спину. В случае скрытной атаки вы имеете шанс в 20, 30 или 40% не потерять заточку из инвентаря. Перк доступен всем жертвам. Дурная кровь. Очень интересный перк. Если вас бьют, ваш убийца получает дебаф урона на 30, 40 или 50% на 120 секунд. И так же он будет подсвечиваться для оставшихся выживших на 60, 90 и 120 секунд соответственно. Очень крутой командный перк. Доступен он всем, кроме Сонни. Выбери меня. При использовании отмычки все, что вы выберете, будет подсвечиваться для всех жертв на 10, 20 и 30 секунд. Перк доступен для Конни и Сонни. Турникет. После использования хилки вы не истекаете кровью в течение 10, 20 и 30 секунд. Перк доступен для Анны и Джули. Скользкий. После прохождения через нору или дыру в стене, ваша скорость увеличивается на 5, 10, 15 процентов. В течение 5, 5 и 7 секунд. Перк работает на Джули и Конни. В совокупности с каким-нибудь перком на Стамину, это позволит абьюзить очень многие локации. Но и убийца на карте не один, поэтому закрывать такого сурва всегда получится. При слаженной командной игре, конечно же. Агитатор. Оглушение дедушки снижает его уровень в зависимости от уровня перка. На третьем уровне прокачки перка вы не только снизите уровень деда на 3 уровня, но и запретите кормить его кровью на 30 секунд. Перком владеют все, кроме Анны. Свет на твоих ногах. Дедушка меньше реагирует на задаваемый вами шум в начале матча. На 40, 70 и 100 процентов соответственно. Приходите в норму лучше. Хилки, которыми вас лечат или которыми вы лечитесь, сами работают эффективнее на 25, 30 и 40 процентов. Перк доступен для всех жертв. Кондиционированный. При полном истощении стамины вам требуется на 20, 40 и 60 процентов меньше времени для ее восстановления. Перк доступен Джули, Ане и Лиланду. Дополнительная капельница. После использования хилки вы продолжаете исцеляться на 2, 4 и 6 хп в секунду в течение 8, 10 и 12 секунд. Ну практически 2 хилки в одном. Перк доступен для Анны и Конни. Плата за покрытие. После выхода из укрытия, в котором вы находитесь не менее 5 секунд, расход выносливости при беге снижается на 30, 50 и 50 процентов на 10, 15 и 20 секунд. Навевает чем-то ДБДшным, согласитесь. Но это неплохо, конечно. Перк доступен только девушкам. Балласт. Если вы остаетесь последней жертвой, радиус близости членов семьи снижается на 20, 40 и 60 процентов. Перк доступен Джули, Соне и Лиланду. Ясная голова. Если ваше здоровье ниже 25 процентов, то хилки подсвечиваются вам в пределах 15, 20 и 25 метров. Перк есть у всех жертв, кроме Джули. Считыватель счетчика. Когда член семьи включает или выключает генератор, этот член семьи и генератор подсвечиваются вам на 10, 20 и 30 секунд. Перк доступен для Сонни. Беговая дорожка. Этот перк увеличивает вашу выносливость на 3, 5 или 7 единиц на третьем уровне прокачки. Данный навык доступен всем жертвам. Быстрые руки. Если член семьи находится в 10 метрах во время взламывания замков, вы получаете на 25, 50 и 100 процентов больше очков. Судя по всему, перк доступен для всех. Лидер Ралли. Вы и ваши тиммейты быстрее восстанавливаетесь из предсмертного состояния. На 15, 25 или 35 процентов. Перк доступен для Лиланда и Конни. Тхек Вон Дор. Захлопывание дверей перед членами семьи оглушает их на 12, 14 и 16 секунд. Очень сильный перк, если научиться пользоваться дверьми, конечно. Доступен всем персонажам, кроме Анны. Предохранители. Когда активируется или дезактивируется щиток с предохранителями, щиток и все члены семьи подсвечиваются вам на 12, 14 и 16 секунд. Данный перк доступен только для Джули и Сонни. Убери это от меня. При выходе из ловушки, каждое нажатие в мини-игре добавляет на 40, 60, 80 процентов больше очков в шкале прогресса и на 10, 20 и 50 процентов меньше к шкале неудачи. Перк, судя по всему, доступен для всех персонажей. Заяц или мясо. Если вы закручиваете вентиль, а кто-то из убийц находится в радиусе 10 метров от вас, то за каждое нажатие в мини-игре вы будете получать на 20, 40 и 100 процентов больше очков. Перк доступен для всех жертв. Фора. Вентили и предохранители подсвечиваются для вас в начале игры на 30, 45 и 60 секунд. Данный перк также доступен для всех героев в роли выживших. У меня кровотечение. Когда ваше здоровье ниже 10, 25 или 40 процентов, вы подсвечиваетесь для всех других жертв. Данный перк доступен мужской части нашего каста выживших. Лиланду и Сонни. Восстановление покрытия. Восстановление выносливости увеличивается на 20, 40 и 60 процентов при нахождении в укрытиях или тенях. Перк доступен всем жертвам. Бей и беги. После победы в ближнем бою ваша скорость увеличивается на 10 процентов, на 5, 10 и 15 секунд. И потребление стамина сокращается на 10, 20, 30 процентов на то же время. Этим перком владеют Джули, Сонни и Лиланд. Дать отпор. После победы в ближнем бою убийца, с которым вы боролись, теряет 30, 40 и 50 процентов регенерации выносливости в течении 15, 20 и 30 секунд. Данным перком владеют все, кроме Конни. Видение 20 из 20. Ваше восприятие увеличивается на 2, 4 и на третьем уровне прокачки перка на 6 единиц. Перк доступен только для Джули. Тишина или смерть. Если ваше здоровье меньше 5 процентов, вы получаете прибавление 5, 10 и 15 очков к характеристике скрытность. Можно предположить, что перком владеют все персонажи. Я могу сделать это. Если ваше здоровье меньше 5 процентов, вы получаете прибавление 5, 10 и 15 очков к характеристике мастерство. Здесь также перком владеют скорее всего все персонажи. Я могу сделать это. Если ваше здоровье меньше 5%, вы получаете прибавление 5, 10, 15 очков к характеристике выносливость. Можно предположить, что перк есть опять же у всех жертв. Герой барной комнаты. Этот навык сокращает ваше оглушение на 20, 40 и 60%. Владеют им Сонни и Ана. Я знаю движки. Пройдите на расстоянии 20, 30 и 40 метров от кожаного лица, когда у него заведена бензопила. После этого его будут преследовать визуальные эффекты шума, которые мы можем видеть в течение 5, 10 или 15 секунд. Иммунитет. Прохождение через ядовитое облако или использование отравленных хилок не имеет для вас никаких негативных последствий. Перк имеет 3 заряда на первом уровне прокачки, 5 на втором и 7 на третьем. Интуиция. Поднятие предохранителя или вентиля подсвечивает место, где их можно использовать в течение 40, 70 или 100 секунд. Этот перк, как и прошлые два, видимо доступны для всех жертв. Медицинские льготы. Исцеление тиммейта также лечит и вас в размере 40, 60 и 80% от уровня основного выхиливания. Перком владеют Сонни, Анна и Конни. Джек в коробке. Покидая укрытие, вы получаете на 15, 25 и 35% меньше урона на 5, 8 и 11 секунд. Перком владеют все жертвы, кроме Анны. Страх перед прыжком. Срабатывание костяных подвесок увеличивает скорость вашего бега на 10% в течение 4, 8 и 12 секунд. Этот перк есть у Джулии и Конни. Быстрый старт. Расход выносливости во время дэша и снижается на 10, 30, 50%. Перком обладают Сонни, Анна и Конни. Радар-детектор. Всякий раз, когда активируются рычания деда, все члены семьи подсвечиваются для вас в течение 5 секунд. У перка ограниченное число зарядов. 3, 5 и 7. Владеют им все персонажи. Тук-тук. После падения на землю в начале матча все выходы из подвала будут подсвечены на 30, 40 и 60 секунд. Перк скорее всего есть у всех персонажей. Прощальный подарок. Когда ваш тиммейт убегает, все члены семьи подсвечиваются вам на 30, 40 и 60 секунд. Этот перк есть только у Лиланда и Конни. Засов. Через двери, которые вы закрываете, становится сложнее пройти на 10, 20 и 30%. Перком владеют Лиланд, Джули и Конни. Жизненно важная коммуникация. Если открыт какой-либо выход, он подсвечивается для вас на 5, 10, 15 секунд дольше. Данный наук есть у всех выживших. Одинокий выживший. Если вы остаетесь последней жертвой в живых, вы получаете максимальное здоровье и выносливость. При этом вы получаете прирост к этим характеристикам на 10, 15 или 20 процентов в зависимости от уровня перка. Плюс к этому подсвечивание ауры также увеличивается на 10, 20, 30 секунд. Перк есть у всех, кроме Конни. Везучий держатель отмычки. Когда вы используете отмычку в первый раз, вероятность того, что она пропадет из вашего инвентаря снижается на 30, 50 и 70 процентов. Перком владеют Джули, Анна и Конни. Нет продажи. Когда член семьи бьет вас, вы получаете на 40, 60, 80 процентов меньше урона. Перк имеет 1, 2 или 3 заряда на максимальной прокачке. А могут его поставить себе только Джули, Анна и Лилан. Нет шока. После выключения генератора или автомобильного аккумулятора, все подключенные к ним объекты подсвечиваются на 1, 2 или 3 секунды. Данный перк есть в арсенале у всех жертв. Без остановок. Сразу после открытия какого-либо из выходов, истощение вашей выносливости уменьшается на 5, 10 и 15 процентов. Этим навыком могут владеть все жертвы. Из моей головы. Уменьшите время действия способности Нэнси, увеличив скорость ее истощения на 20, 40 и 80 процентов. Также данный перк сокращает время воздействия на вас любого отравления на 1, 2 и 3 секунды. Владеют этим перком все жертвы. Упущенный из виду. Всякий раз при рычании деда вы не подсвечиваетесь желтым цветом для убийц. У перка 2, 3 и 4 заряда. Овладеют им Джули и Сонни. Усиленный. Пережив ближний бой вы восстанавливаете 10, 30 или 50 хп и 50, 70 и 90 процентов максимальной выносливости. Этот навык есть у Джули, Анны и Лиланда. Стратегия выхода. После открытия двери она остается подсвеченной для всех жертв в течении 30, 45 и 60 секунд. Этим перком обладают все жертвы. Высокий скилл. Ваша характеристика, мастерство увеличивается на 3, 5 и 7 пунктов. Перком владеют все персонажи. Быстрый выход. Если убийца находится в 10 метрах от вас или ближе, вы можете открыть нору за 3, 2 или 1 нажатие. Это универсальный перк для всех выживших. Медик-спасатель. Лечение других становится эффективнее на 50, 70 и 100 процентов. Также во время исцеления тиммейтов вы тоже лечитесь на случайную величину. Этот перк есть только у Конни. Второе дыхание. Когда вы раненые, вы восстанавливаете 30, 50 или 70 единиц выносливости. Если в течение 7 секунд больше не получаете урона. Перком владеют все выжившие, кроме Сонни. Диверсант. После взаимодействия с генератором или щитком с предохранителем, время кулдауна, когда убийцы не могут их сломать, увеличивается на 10, 20 и 30 секунд. Перком обладают только Лиланд и Конни. Безопасность в цифрах. Пока все жертвы живы и никто не сбежал, вы получаете прирост в 5, 10 и 15 процентов к вашему максимальному здоровью и выносливости. Данным навыкам владеют только Сонни и Конни. Теневой Сангвиник. Оставаясь неподвижным и скрытым в укрытии или тени и имея ниже 30, 40 или 60 процентов здоровья, вы исцеляетесь на 1, 1 или 2 хп до выше обозначенных показателей в зависимости от уровня прокачки перка. Данный перк есть в распоряжении всех жертв, кроме Лиланда. Рыболовные крючки. Скрытые атаки снижают максимальную выносливость убийц. Максимальная выносливость снижается на 50, 60, 75 процентов в течении 10, 20, 30 секунд после удара или выхода из стана. Этот перк есть у Джулии, Сони и Лиланда. Что нас не убивает. Получив травму в результате удара и избежав дальнейшего урона в течении 15 секунд, вы восстанавливаете 50, 75 и 100 процентов здоровья, которое было потеряно при последнем ударе. Данный перк есть у всех, кроме Конни. Упругий. Когда ваш уровень здоровья становится меньше 5 процентов, вы получаете 5, 10 и 15 очков к характеристике прочность. Этот навык могут использовать все герои. Эффективный грапплер. Вы получаете шанс сохранить свою заточку после использования ее в ближнем бою на 10, 15, 25 процентов. Данным перком владеют все персонажи, кроме Анны. Выбери драку. Скрытые атаки, а также ближний буй оглушает убийц на 2, 3,5 и 5 секунд дольше. Этим перком владеют Джулия, Анна и Лиланд. Видимо, это был ветер. Если вы шумите во время открытия норы или сбора предметов, ваш шум не подсвечивается. Данный перк имеет 1, 3 и 5 зарядов. Овладеют им только женские персонажи. Быстрый поиск. Если вы ищете предмет, а кто-то из убийц находится в радиусе 10 метров от вас, то за каждое нажатие в мини-игре вы будете получать на 20, 40 и 80 процентов больше очков. Перк доступен для всех жертв. Корректировщик. Если убийца приближается к тому месту, где вы прячетесь, на 1, 1,5 или 2 метра, его аура будет подсвечена для всех остальных жертв. Этот перк является эксклюзивным для Сонни. Подлый Пит. Ваша характеристика скрытности увеличивается на 3, 5 и 7 пунктов. Перк доступен всем выжившим. Последнее усилие в Канаве. Если вы теряете здоровье до уровня 10, 20 или 30 процентов от вашего максимального, и у вас пустой инвентарь, вы автоматически получаете костяную заточку. Перк имеет 1, 3 и 5 зарядов на третьем уровне прокачки, а доступен он для Анны, Лиланда и Конни. Натренировался. Ваша характеристика сила увеличивается на 3, 5 и 7 пунктов. Перк доступен всем выжившим. Высокая толерантность. Этот перк сокращает продолжительность действия Яда Сиси на 20, 40 и 60 процентов, а доступен он Сонни, Анне и Лиланду. Дублер. Урон от прыжков в окна и в колодце снижается на 30, 50 и 70 процентов. Плюс вы быстрее встаете с земли. Этот перк есть у всех, кроме Конни. Вот они. Вы видите ауры членов семьи, которые находятся в пределах 2, 4 и 6 метров от сломанных объектов в более 7, 5 и 2 секунд. Это универсальный навык. Эффективный слесарь. При открытии двери вы имеете шанс в 20, 35 и 50 процентов не потерять отмычку. Перк доступен для Джули, Сони и Конни. Более жесткие вещи. Ваша характеристика прочности увеличивается на 3, 5 и 7 пунктов. Этот перк доступен для всех. Сапер. Вы можете разобрать ловушку без использования костяной заточки на первом уровне прокачки перка и происходит это на 50 и 80 процентов быстрее на втором и третьем уровне прокачки навыка. Могут поставить себе все, кроме Сони. Мерцающие пальцы ног. Вы получаете шанс в 25, 50 и 75 процентов не спровоцировать шум от костяных подвесок и на третьем уровне навыка вы уже никогда не спровоцируете на шум куриц. Этим перком владеют только девушки. Следы инструментов. После падения на землю в начале матча все ящики с инструментами в радиусе 50 метров будут подсвечены на 30, 60 и 90 секунд. Перком скорее всего владеют все персонажи. Воск включен, воск выключен. Когда ваш уровень здоровья становится меньше 5 процентов, вы получаете 5, 10 и 15 очков к характеристике сила. Этот навык могут использовать все герои. Хорошо обученный. После прыжка в колодец все костяные кучи и ящики с инструментами в радиусе 25 метров подсвечиваются вам на 10, 20 и 30 секунд. Данный перк доступен для всех персонажей. На этом все. Перки закончились. Если кто-то просмотрел или прослушал описание всех перков, знайте, что вы... Больной ублюдок. Но по итогу видно, что хоть перков и много, не все они доступны для всех персонажей. Если верить информации из таблицы, то получается, что у Джули будет 65 перков, у Кони 63, у Лиланда 62, у Сони и Анны по 59. Но не будем верить этой информации на 100 процентов и не будем забывать, что к релизу разработчики могут все перелопатить. Хотя я уверен, что многие вещи останутся такими, какими они и являются сейчас. На этом на сегодня все. С вами был Анималити и скоро снова с вами увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok